Друзья, а сейчас я расскажу мое любимое доказательство теоремы Пифагора. Итак, есть какой-то треугольник со сторонами А, В и С. Ну не какой-то, конечно, а прямоугольный. И мне хочется доказать, что С квадрат равно А квадрат плюс В квадрат. И квадрат мы понимаем строго в одном смысле. Это что нарисовал квадрат и посчитал его площадь. Поэтому нам нужно ну где-то найти эти квадраты, да, где-то найти соответствующие квадраты, ну и, так сказать, посчитать, сравнить их площади. Я делаю следующее. Я рисую квадрат со стороной А плюс В. Но вот я, если можно, немножко уменьшу его, иначе здесь не поместится. Давайте вот так вот его, вот такой у меня будет А, В, С. И тогда А плюс В это примерно вот столько, тогда у меня поместится тут вполне два таких квадрата. Два одинаковых, замечу, прошу заметить абсолютно одинаковых квадрата. Со стороной А плюс В. Теперь я первый квадрат, я вот так вот, вот так его размечаю, чтобы в каждом углу у меня сидел треугольник, ровно тот, про который я все это пытаюсь доказывать. В каждом углу он будет сидеть. Ясно, что это квадрат внутри, но, наверное, это надо доказать все-таки. Вот это вот плюс вот это, это 90 градусов. Сумма углов треугольника на плоскости любого равна 180, а один из них прямой, значит, 90. Но тогда вот этот, так как это тот же самый угол, да, эти все треугольники друг другу равны, вот. И, соответственно, сумма вот этих двух углов, она тоже будет 90 градусов, и оставшиеся от развернутого тоже 90. Но вот, собственно, значит, это квадрат, у него все стороны С, все углы прямые, и площадь его следовательно равна С квадрат. Давайте это зафиксируем. Ну и площадь заштрихуем площадь этого квадрата. Вот. А теперь сделаем следующее. Теперь мы возьмем вот этот квадрат и по-другому совершенно его, ну, так сказать, разрежем. Иначе и гораздо проще. Мы просто проведем две вот такие вертикальные стороны и заметим, что вот здесь, если вот этот квадратик, это как раз квадрат со стороной А, то есть площадь его равна А квадрат. А здесь как раз получается квадрат со стороной Б. Вот это вот. Вот. Поэтому площадь будет равна Б квадрат. Вот. Соответственно, осталось только сравнить, а что мы выкинули в одном и в другом случае. Ну и, в общем, если мы особенно поможем себе тем, что разрежем эти треугольники, да, эти прямоугольники разрежем на каждый на два треугольника, то здесь номер один, номер два, номер три и номер четыре, выкинутых исходных треугольника. А здесь тоже. То есть, иными словами, мы взяли два, внимание, одинаковых квадрата со стороной А плюс Б. Выкинули из каждого из них четыре одинаковых исходных треугольника, но двумя разными способами. Вот таким способом и вот таким. Понятно, что площади оставшиеся одинаковые. Здесь остается площадь С квадрата, здесь площади А квадрат и Б квадрат. Поэтому вот эта оставшаяся площадь равна сумме двух этих оставшихся площадей. Вот теперь теорема Пифагора полностью доказана, да еще и двумя разными методами.